В Магадане суд рассмотрел пять административных протоколов о демонстрации запрещенной символики в отношении 66-летней активистки Тамары Крюковой. Все дела касаются постов и комментариев Крюковой во Вконтакте. По двум протоколам ее оштрафовали по тысяче рублей. Еще по двум – за комментарии пост с лозунгом «Слава Украине» Крюкову арестовали на трое суток. Этих дел становится все больше у российских силовиков, причем у разных ведомств. Есть свои мониторинговые отделы, сидят специальные люди, которые получают за это деньги и выискивают всякие посты, антивоенные посты, не только антивоенные, посты с критикой власти, посты, которые подпадают у них под категорию экстремистские. И в зависимости от того, какого ведомства этот материал нашло, они там составляют или какие-то протоколы составляют или возбуждают уголовные дела. Крюкова отбыла свой трехдневный арест, но ее задержали на выходе из спецприемника. Женщина находилась под административным арестом с 25 августа. Вчера она освободилась, однако на выходе из спецприемника ее снова задержали до суда по очередному протоколу. Ранее стало известно, что против Крюковой также возбудили уголовное дело об оправдании терроризма, сообщает ОВД Инфолайф в Телеграме. К шести годам колонии общего режима по делу о военных фейках Кировский районный суд Санкт-Петербурга приговорил активистку мирного сопротивления Ольгу Смирнову. Поводом для дела стали, по версии следствия, семь антивоенных постов в соцсети. В этих постах, как указало обвинение, упоминалось о превращении украинских городов в руины российской армии, мирных жертвов обстрелов в Запорожье, Харькове, Киеве, Изюме, обстреле мемориала жертвам Холокоста Бабий Яр в Киеве и гибели жителей Мариуполя при штурме города российскими войсками. А сейчас я хочу сказать, весьма непопулярно среди тех, кто ждет встомления мупования минуты вольности слепой. Россия не будет счастливой. Не может быть счастливой страна, причинившей Украине столько боли, столько смертей, столько невозвратимых утрат, созданных трудами поколения ценности. И список потерь еще не полный. И война продолжает его пополнять ежедневно. Счастье и прохождение на позитивчике светлое будущее России нарушило бы законы высшей справедливости. А он не нарушался никогда в истории человечества, только воплощался по-разному. В материалах уголовного дела, как отмечают сетевые свободы, не указано, какие именно высказывания следствие посчитало утверждениями о фактах, а также о наличии связи этих утверждений с действиями российской армии. Смирнова отказалась признать вину. Защита активистки заявила, что будет обжаловать приговор. С приговором мы не согласны. Сегодня была оглашена только результивная часть. Мотивировки мы не видели. В любом случае будем подавать апелляционную жалобу. И, соответственно, будем ориентироваться на мотивировочную часть приговора. Математика Азата Мефтахова, который заканчивает отбывать наказание в колонии по обвинению в поджоге Офиса Единой России, вновь задержит в день освобождения, сообщают СМИ со ссылкой на источники. По новому уголовному делу, которое инициировало ФСБ, Мефтахову грозит до пяти лет лишения свободы. Согласно лингвистической экспертизе, Мефтахов якобы одобрил взрыв в Архангельской ФСБ в разговоре с двумя заключенными. Это не первый случай подобного рода, когда за какие-то высказывания за решеткой, за какие-то действия, совершенные из-за решетки, людей привлекают к уголовной ответственности. В общем, можно вспомнить пример Алексея Навального. Тут далеко ходить не надо. У него целый пакет уголовных дел был возбужден уже после того, как его задержали, арестовали после его возвращения из границы, после отравления. 17 августа «Росфинмониторинг» внес Азата Мефтахова в перечень террористов и экстремистов. Срок по своему первому делу математик почти уже отсидел. Он должен выйти на свободу 4 сентября. Юлия Биль для телеканала «Фридом». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова